Всем привет, ребята! Вы на канале Иришка Мими и моих миленьких крысожопок. Они сейчас у меня тут на кровати бегают. Зёва, Люсиен, Персей и Рафаня под пледиком. Слушайте, мне тут в комментариях прилетел такой вот... Ну, не знаю, это даже не вопрос, просто комментарий, предъявы, может быть, отчасти. У меня нет второго телефона, чтобы я сейчас вам его зачитала, поэтому оставлю скриншот. Я рассказывала, что не буду вам называть название лекарств, препаратов, какими я лечу своих крыс от данной болезни. Ну, вообще, неважно, какая болезнь. Вообще, я всегда никогда не называю препараты, чтобы избежать каких-то побочных эффектов. Если, например, владелец услышит какой-то препарат, начнёт лечить этим препаратом свою крысу и сделает хуже, убьёт её. Или вообще, подумает, что она болеет вот этим, и даст ей этот препарат, и на самом деле у неё что-то другое. Потому что мы же с вами не врачи, не ротологи, мы как бы не можем задать на 100% что крыса болеет данной болезнью, да, там, заболела соплями или чем-то ещё. Изёво, изёво. Вот, короче, поэтому я всегда говорю, что я на название препаратов говорить не буду. И всё время советую обратиться к ротологу. Есть онлайн-ротологи, есть сайт Ратмани, хотя туда на самом деле сама неразум не заходила. Я вот, если мне надо заходить, хотя нет, про, заходила, заходила на форум Ратмани, там что-то читала, если вдруг мне надо было что-то узнать. Вот, ну, самое правильное, это записаться на консультацию к ротологу, к врачу, а лучше всего поехать туда, и, ну, уже с крысой. Он её осмотрит и уже после этого возьмёт её кровь на анализ, усвесит крысу, если надо сделать ей рентген, посмотреть, что не так. И уже после этого она назначит ей какое-то должное лечение, а не так, что вы кому-то в интернете взяли, пошли, написали, спросили, ой, а у вашей крысы было вот что-то такое? Например, если вам отвечают, да, ой, а посоветуйте, как вы лечили, дают какие-то советы, как они лечили, нам вот помогло. Мы давали это, там протирали глаза чайным гриппом, я не знаю, это пример, это просто образный пример. И вот моей крысе помогло, но если вы будете делать так же со своей крысой, не факт, что вам это поможет, не факт, что вам вообще нужно протирать глаза крыси, например, и, ну, делать такие манипуляции. Ну, я это говорю как пример, это вымышленная ситуация сейчас, если что. Вот, поэтому как-то я считаю, что это неправильно. И, собственно, мне прилетел такой комментарий, что вот, ну, лично мне, я так понимаю, это было адресовано мне или всем таким людям, не знаю, вот то, что ответственность идет на нас. Это мы вовремя не помогли, не посоветовали лекарства, как лечить, и убили крысу, не помогли, вот это не дали совет, не дали название антибиотика, чтобы спасти крысу, да. Не вы владелец, то есть ответственность должна нести я, то есть я, как вообще какой-то блогер, левый человек, у меня нет медицинского образования, у меня нет ветеринарного образования, ветобразования, я не училась, я от балды, ну, то есть я должна вам что-то советовать, да. То есть, а если я вам не посоветую, ну, и я сейчас про того комментатора говорю, если я вам не посоветую, да, вот у вашей крысы что-то случилось, я вам не сказала название препаратов, то есть я виновата в том, что ваша крыса заболела, и я виновата в том, что я вам не назвала название лекарств. То есть я убила вашу крысу, получается так, что ли? Ну, я считаю, это не совсем правильно, честно говоря, потому что вы ответственные за ваше животное, и вы только, ну, должны решать, как поступать, а не с кого-то брать ответственность за ваши же поступки, или там за чужие поступки. Это вы завели животное, и вы должны ему обеспечить должное лечение. Я считаю, это правильно. И вот, я вот этот комментарий тоже вчера добавила в телеграм-группу у меня, ссылочка в описании на телеграм, и там тоже дискуссия разных. Ну, большинство людей со мной согласилось с моим мнением, что я считаю, что это неправильно. Нужно самой решать, что с вашей крышей делать, а точнее уже ее вести к ротологу. Ну, это основная моя мысль, и я уже думаю, вы все меня прекрасно поняли. И там тоже у меня такая дискуссия, кто-то пишет, что, ну, вы, я, с одной стороны, на самом деле, понимаю людей, которые, вот, в некоторых комментаторах, которые пишут, ну, вы же можете подсказать лекарства там, да. Я прекрасно понимаю людей в экстренной ситуации, когда крысе становится плохо, вы видите, что вот, она сейчас мучается, что-то с ней не так. Вообще происходит паника, не знаю, как у вас, но я сразу начинаю паниковать, у меня начинает трясти, я такая тоже не знаю, что делать, да. Но это же, ну, и в этот момент люди такие, блин, что делать, что делать, пишут в интернет, там, хоть кому-то, хоть какую-то информацию, дайте, пожалуйста, информацию, мне надо помочь срочно крысе, я сейчас плохо. Я понимаю, с одной стороны, этих людей, потому что, ну, это очень стрессово, и хочется помочь крысе здесь и сейчас, и нет времени совершенно куда-то ехать там, а вдруг это ночь, да, куда-то там собираться, ехать, врачи не работают, может быть. Но, с другой стороны, ну, это же тоже неправильно, у кого-то там что-то спрашивать, ну, вообще, каждая крыса индивидуальна, вы понимаете, что каждой крысе нужен, должен быть, не знаю, уход, потому что влияет вес, влияет вообще, может, у крысы какая-то побочка на препарат, хотя мы, ну, это, конечно, вряд ли, но мало ли. Вообще, надо взять кровь на анализ, взвесить ее, ну, я уже это сказала. Допустим, я посоветую вам лекарства, да, скажу, какое лекарство дать. Вы купите это лекарство, не рассчитайте дозировку, и можете вдруг убить крысу, да, там, какой-нибудь успокоительный, хотела сказать, снотворный, как сказать-то, обезболивающий, например, да. Вы чуть больше дадите обезболивающего, и крыса вообще умрет, тву-тву-тву, конечно же. Или наоборот, вы дадите дозировку меньше антибиотика, и вообще он не подействует, вы только крысе, я не знаю, как я, не медик, поэтому я не знаю, как там работает все. Ну, вы, короче, хуже сделаете, антибиотики будут прокачиваться в теле крыси и не действовать на это. И только хуже сделаете, крыса потом еще больше будет страдать от этого, болеть. Вот, поэтому, блин, ребята, я не знаю, я прекрасно понимаю тех людей, которые пишут, что вот, ну, помогите, пожалуйста, но я на другой стороне. Я понимаю тех людей прекрасно, но я на другой стороне, я не буду брать на себя ответственность за чужую крысу, за чужую жизнь. Если, например, вот этот комментатор обвинил меня, что эта ответственность на мне, я не помогла, я должна была помочь, это на мне ответственность. То, что будет, если бы я ей помогла, сказала название лекарств, это бы не помогло, крыса умерла, и она бы тоже начала меня винить. Вот, вы мне неправильно подсказали, вот зачем, вот мне не помогло, ну, это, зачем мне это надо? И потом бы я себя винила, да, действительно, зачем я сказала, я вообще не врач, я никто, кто мне за язык тянул. Это же тоже неправильно. Это неправильно совершенно. Тоже ситуация, вот в Телеграме там мне писали, дискуссия, то, что вот у нас нет ротологов, например, да, мы живем в деревне какой-то глубинке, у нас тут вообще ни ротологов, ни ветеринаров, вообще никого нет. Мы вот просто живем, и непонятно где мы живем, что вообще никого нет. Может быть такой вариант, ну, если вы уж там смотрите меня давно, я не один раз говорила, да даже недавно, есть же онлайн, сейчас можно же онлайн все вообще, заказать еду онлайн, заказать все что угодно, найти врача онлайн, ротолога, можно. Но мне кажется, такие люди просто не хотят этого делать, они хотят свою ответственность на кого-то другого перекинуть, сказать, а вот ты мне не помог, все, это на тебе. Ну, мне кажется, это неадекватно, неадекватно, это Рафаня, кстати. Рафусь, привет, у Рафани глазик прошел, если кому интересно, он приференил, у него пришел глазик, пришел наш глазик, а сегодня вечером запухли, ну ты просто милый крысь, Рафусь, самый вкусный крысь на свете. Я тебя съем, я тебя съем, вот, поэтому, а еще, еще не разобрала тему. Вот, экстренные ситуации у крыс, не знаю, вот у меня тут бывало пару раз, когда крыса давилась, когда в моменте прям резко становилась крысе плохо, и ты такой, да, на панике, не знаешь, что делать. Конечно, да, такое бывает, но не так часто. Другие ситуации, когда у меня крысы заболевали, обычно это происходило постепенно, не один день, вот, не за одну секунду крыса заболела, ты такой, вау, что же мне делать, я не знаю. Я очень часто провожу времени со своими крысами, поэтому, может быть, я замечаю за ними, когда им становится как-то не по себе, как-то плохо, какое-то поведение у них меняется, они какие-то вялые, там, неактивные, поэтому я за ними замечаю. Возможно, люди, которые часто работают, мало времени дома с крысами проводят, этого, может, и не замечают, я не, ну, как бы, не буду заручаться за остальных, говорю за себя, что я замечаю, когда мои крыси как-то не так, как там, по глазам вижу, что, ну, не такой взгляд у нее, она какая-то грустная, не знаю, я вижу, вот, вы смотрите на крысу, да, давайте, Люсейна, возьмем. Просто что, ну, глаза, глаза бусинки, что в них, что в них увидеть, да, но я вот смотрю, и каждый раз у них взгляд разный, я вижу, когда он напуган, я вижу, когда он заинтересован, я вижу, когда он болеет, всегда взгляд у них разный, выражение моськи у них меняется, удивление, испуг, там, интерес какой-то, оно всегда разное, я не знаю, как, ну, может быть, вы не замечаете, но я, вот у меня Рафан и Люсей, они братаны кровные, многие не различают их, я просто по взгляду на Мося, я понимаю, что кто из них кто, потому что, э, а мамочка, я понимаю, как мой ребенок выглядит, да, Рафаня. Я, конечно, могу перепутать, когда он вдалеке, в темноте, они вдвоем стоят, и то, когда они вдвоем рядом, я сразу понимаю, когда кто-то один вдалеке, серенький стоит, я такая, блин, это Рафаня Люсей, потому что далеко и, ну, темно. А так вот, если, ну, двоих поставить, я сразу различаю, кто есть кто. У них взгляды разные совершенно, у них, ну, телосложение другое, не знаю, форму ушей у них разная. Ну, так, это уже что-то меня понесло, простите. И про то, что, про что я говорила, про то, что я всегда, ну, замечаю за своими крысами, когда они как-то прихворали. И в этот момент, вы когда уже видели, что что-то с крысой не так, уже в этот момент надо бить тревогу и искать врача-ротолога, чтобы просмотрели крысу, чтобы ее обследовать, взять кровь на анализ, ну, я повторяюсь, опять же, послушать ее, дыхание. Возможно, она заболела у вас, начинает болеть потихоньку, а болезни у крысы развиваются достаточно, некоторые, как-то, ну, достаточно стремительно. Вот. Ой, писи, фу, выше. Вот. Если вы запустите болезнь какую-то, то уже, когда вы увидите, придете домой, да, с работы, смотрите, что крыса валяется, такая еле ходит, да, передвигается, уже вообще не ест. Когда крыса отказывается от еды, это уже последняя какая-то стадия, что вот-вот, если вы ничего с ней не сделаете, никак ей не поможете, то все, крыса уже, конечно же, отправится на тот свет. Потому что крыса, чтобы отказалась от какой-то вкусняшки, ладно, она может корни ест, но если вы даете какую-то колбасу там или что-то еще, не знаю, хотя колбасу нельзя крысам давать, ну, не знаю, какую-то вкусняшку такую человеческую, и она от человеческой вкусняшки отказывается, то все, это уже признак, плохой признак, что крысе вообще плохо, она уже от еды отказывается. Не надо до такого доводить состояние, а надо, когда она еще ест, ходит, передвигается активно, но не так, как раньше, то уже в этот момент надо бить тревогу и уже искать врача. Я про что, к чему я это говорю? К тому, что, ну, вы увидели, что с вашей крыса что-то не так, ну, у вас сегодня, конечно, нет времени, да, вы там заняты как-то, ну, на завтра, на послезавтра найдите врача. Запишитесь, онлайн-консультации, сайт Ратмани, группа ВКонтакте, домик крысы, там консультации тоже дают, вот, по крысам именно, не по каким-то другим животным. Вот, есть выходы, но почему-то люди не хотят как будто бы этого искать, я не знаю почему, либо не знают, ну, я не знаю, как можно не знать, если у вас есть крысы, и вы не знаете, ну, это странно, для меня это странно. Вот. Что, зевушка, прилег этот кабачок, прилег мой кабантик, прилег, прилег. Короче, вот, я с вами поделилась мыслями, поэтому, ребят, если ваши крысы как-то там заболели, я, кстати, вот, мне тоже написали, что на каком-то прямом эфире, наверное, в инстаграме, где проводила мне какой-то подобный вопрос, возможно, задали, и я агрессивно как-то ответила, то есть, вот, я не ротолог, вот, я не буду назначать вам лечение, заниматься самолечением, нужно сразу к врачу вести, вот, и да, я, возможно, ответила агрессивно, потому что мне пишут в инстаграме каждый день, а вот у моей крысы вот это подскажите тот, а вот у моей крысы вот это подскажите, поймите, я не врач, я могу предположить, что вот по описанию, да, вот, то, что мне написали, что это может быть, но я не могу знать это на сто процентов, надо крысу осмотреть, возможно, я вам сейчас скажу одно, а у крысы совершенно другое, и вы будете лечить ее вообще не от того, понимаете, и это вообще ей не поможет, вот так это работает, а не так, что мне жалко сказать, ну, какие-то препараты, мне не жалко, но это неправильно, вот, мне не жалко, но это неправильно, вот, вы же, когда заболеваете, вы идете к терапевту, он вас направляет к определенному врачу, это так и должно работать, хотя некоторые люди вообще дома лечатся, сами, ой, я в интернете прочитаю, вот это, вот это, начинают бить, потом месяц проходит, опять начинают болеть, ой, ну я еще почитаю, надо идти к врачу, понимаете, вот так это работает, а не так, что мы сами сейчас себя подлечим, вот, поделитесь вашими мыслями, пожалуйста, в комментариях, надеюсь, я никого не задела, я поделилась своими мыслями, как я думаю, как считаю, надеюсь, вы меня поняли, на этом я с вами прощаюсь, все, всем пока!